Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 508-86-84, код 495. Сегодня у нас в гостях Надежда Николаевна Котович, представитель Общественной палаты района, и Ирина Евгеньевна Фадеева, представитель Пенсионного фонда России. Здравствуйте! Здравствуйте! А речь сегодня пойдет о проблемах освоения материнского капитала. Напоминаю, наш телефон 8-495-508-86-84. Если у вас есть какие-то вопросы по материнскому капиталу, то сейчас у вас есть уникальная возможность свой вопрос озвучить и получить на него ответ. Здравствуйте! Еще раз, мне кажется, о материнском капитале известно достаточно много. Неужели вопросы до сих пор возникают? Да, возникают. Надежда Николаевна, какие вопросы? Недавно был круглый стол, были мамочки, были представители родительской общественности. Какие вопросы задают? Вот, казалось бы, материнскому капиталу уже 10 лет. Программа действует в течение 10 лет. Но на самом деле очень многие родители не знают, что это такое, куда его можно потратить, как его можно получить. И вот это доказало как раз все... Это доказали обращения, которые поступают нам в общественную палату. Вы сами знаете, что одним из основных направлений работы в общественной палате это работа с обращениями. Один раз в полгода мы проводим выездной прием. И вот последний раз этот выездной прием проходил 30 сентября. Мы отвечаем комиссией по социальной политике совместного с комиссией по информационной политике. Мы отвечаем за городское поселение Заречья. И в этом поселении было очень много обращений по поводу освоения материнского капитала. И поэтому именно это послужило тому, что мы решили провести круглый стол с представителями управления, которые непосредственно компетентны в этой области и которые могут дать ответы на те или иные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют наших граждан. Ирина Евгеньевна, мне кажется, надо начать с АЗОВ. Кто имеет право на материнский капитал? Может ли его получить папа детей? Прежде всего, право на материнский капитал у нас имеют граждане Российской Федерации. Это женщины, либо родившие, либо усыновившие второго, третьего и последующих детей. Право у папы может возникнуть только в том случае, если он является единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей. Так право переходит только в не очень хороших ситуациях, когда, допустим, мама лишена родительских прав, либо в связи со смертью мамы. Капитал недаром называется материнский. Все-таки у нас женщины, которые рожают детей. Сейчас очень много новостей о материнском капитале. Изменилась ли процедура его получения? Какие документы нужны? В какие сроки заветный сертификат может быть на руках уже? Значит, заявление у нас подает женщина, то есть мама, ребенка. Она может подать заявление либо лично, либо через законного представителя, то есть доверенное лицо. Заявление она может подать непосредственно в пенсионный фонд. Также это возможно сделать посредством накопциональных центров. Если заявление она подает через сайт пенсионного фонда, либо через единый портал государственных услуг, то необходимо в течение пяти рабочих дней обратиться с перечнем документов для того, чтобы дооформить это заявление. То есть прийти в пенсионный фонд с оригиналами? Да, да, да. Заявление рассматривается территориальным органом ПФР в течение месяца, после чего выносится решение и уведомление высылается мамочке на почтовый адрес. Если это заявление подано через многолуциональные центры, тогда заявление выдается через МФЦ специалистами МФЦ. То, что сертификат получен, это не означает, что мамочка сию минуту может его использовать, правильно? Как минимум нужно дождаться трехлетия ребенка, в связи с рождением которого это правило возникло. Да, верно. Исключение составляет погашение ипотечных кредитов, либо займов, которые берутся на приобретение или строительство жилья. Касаемо строительства жилья, наверное, сейчас и в общественную палату поступает много обращений, потому что многодетные семьи получают земельные участки. Возможно ли построить дом за счет средств материнского капитала? Да, конечно, построить жилой дом на земельном участке, который предоставляется у нас многодетным семьям, это возможно, но это возможно после исполнения ребенка трех лет. При этом у нас предоставляют они такой пакет документов, это право собственности на земельный участок. Право собственности должно быть у матери или у отца? Если касаемо семьям многодетным, которым предоставляются земельные участки, там право собственности уже оформлено сразу на всех членов семьи. Соответственно, они оформляют разрешение на строительство жилого дома и предоставляют пакет документов в пенсионное управление. Каким образом средства начисляются? Ну, средства начисляются, вот они могут использовать материнский капитал, либо строят они дом сами, либо с привлечением строительной организации. Если это привлечение строительной организации, то заключается договор строительного подряда. И вся сумма на основании договора перечисляется за стройщику. Вся сумма сразу или частями? Это как они уже захотят. Хотят использовать всю сумму, значит, перечисляется вся сумма. Если используют средства материнского капитала на строительство дома своими силами, там сумма перечисляется по 50%. Первые 50% перечисляются при предоставлении разрешения на строительство. За второй суммой можно обратиться не ранее, чем через 6 месяцев после перечисления первой суммы. И там уже заявительница должна предоставить акт о свидетельствии неосновных работ по строительству объекта недвижимости. К кому за этим актам обращаться? В отдел архитектуры по месту нахождения земельного участка. Но есть еще один способ использования материнского капитала – это образование. И часто мамочки думают, что можно прийти в любое образовательное учреждение и свой материнский сертификат использовать. Но это не так. У образовательного учреждения должны быть определенные документы. Средства федерального материнского капитала можно направить на образовательные программы, которые аккредитованы государством в первую очередь. То есть должна быть аккредитация? Должна быть аккредитация. Но лицензия – это само собой наведение образовательной деятельности у них должна быть. Также средства материнского капитала можно направлять не только на образовательные услуги, а, допустим, на присмотр, уход в детском саду. Очень многие у нас пользуются такой возможностью. С учетом того, что в садике очереди имеются, наверное, это очень актуально. Да, да. Это могут быть не только муниципальные детские сады, но и частные. И вот как раз обращений много по отказам вследствие того, что по причине, что у образовательных учреждений нет лицензии и аккредитации. Вот этим, конечно, учреждениям нет. Где узнать о наличии у образовательного учреждения вот этой самой лицензии, аккредитации на сайте учреждения? Непосредственно руководителя учреждения? Да, должна быть такая информация, выложена у любого образовательного учреждения. Но я так понимаю, что есть особенности оформления договора? Там обязательно должно быть указано, что за счет средств материнского капитала идет обучение? Да, если договор уже составлен, к нему можно заключить дополнительное соглашение, в котором указывается, что образовательные услуги будут оплачены за счет средств материнского капитала в такие-то сроки, за такой-то период. И также обязательно указывать пункт, что в случае досрочного расторжения договора неиспользованные средства, которые были оплачены ранее, будут возвращены обратно на счет пенсионного фонда. Можно также использовать материнский сертификат, если можно так сказать, для медицинских целей, для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот хотелось бы про это узнать подробнее, потому что, я так понимаю, такая возможность у родителей появилась относительно недавно. Да, в 2015 году внесли изменения в федеральный закон номер 256, и теперь средства материнского капитала можно использовать на приобретение товаров для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. И существует определенный список таких товаров, которые можно приобрести. С этим списком можно ознакомиться на сайте пенсионного фонда. Надежда Николаевна, насколько востребовано у мамочек именно это направление? Они обращаются с этими вопросами в общественную палату? Каким образом можно использовать материнский капитал? Конечно, обращаются. И у нас мы работаем в тесном контакте с пенсионным фондом, с управлением социальной защиты. У нас есть и телефоны, и руководители этих управлений постоянно нам помогают. И вот сегодня хочу выразить, пользуясь случаем, большую благодарность руководителю пенсионного управления Луганской Нине Анатольевне, начальника управления соцзащиты Малашкиной Наталье Анатольевне за постоянную помощь, потому что я еще и председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике. И сами понимаете, что работать без этих управлений, без их помощи, без их компетентных ответов просто невозможно. И, конечно, при всех обращениях, а обращений очень много. Вот, например, недавно было такое обращение. Пришла мама, и вся в слезах. Это было на прием. У нее ребенок последний год учится в Российской Академии Народного Хозяйства. И так получилось, что у нее родился второй ребенок, а папа потерял работу. И вот сын учится на последнем. И оплатить обучение нечем. А по условиям выдачи сертификата можно распоряжаться только после достижения трех лет. И вот, к сожалению, это, кстати, не одно только обращение. Таких обращений много, когда родители обращаются именно с такими вопросами. И получается, что мы должны даем ответ этим людям отрицательный. Но вот благодаря этому круглому столу, который мы провели, мы получили очень хороший ответ и очень хорошую наводку, когда нам представители управления сказали, что родители могут обратиться в эти образовательные учреждения, показать этот сертификат как гарант, что у них есть вот эти деньги, что они могут оплатить, написать гарантийное письмо. Но это уже, как говорится, зависит от родителей, зависит от руководства образовательных учреждений. Но, как правило, образовательные учреждения в таких ситуациях идут навстречу и должны идти навстречу. И мы благодарны, что получили ответы на эти вопросы. И мы людям дали вот такую подсказку. Да, они заключают дополнительное соглашение, где переносят срок оплаты на более поздний. Наверное, есть какой-то срок, то есть в течение какого-то времени деньги должны поступить. То есть, например, три года ждать, на три года. Согласится ВУЗ? Ну, во-первых, в зависимости от того, на каком он курсе учится. Правильно, Ирина Евгеньевна? На каком он курсе учится? Во-вторых, не обязательно же этот сертификат собираются использовать, когда только родился ребенок. Бывает, когда ребенку уже два с половиной года. Бывает, когда ребенку не хватает до трех лет, нескольких месяцев. То есть, вот есть такой механизм и есть такая возможность. И я считаю, что это очень хорошо. Насколько я знаю, существует очень много всевозможных схем обналичивания материнского капитала. Разумеется, ни одна из них не является законной. Что грозит людям, которые все-таки попытаются получить деньги на руки? Да, я бы хотела очень многих предостеречь и не участвовать в таких схемах, потому что вам грозит не только административное наказание, но вплоть до уголовной ответственности. И тут стоит подумать, что важнее – свобода или деньги, которые рано или поздно кончатся. Кроме федерального материнского капитала, в Московской области действует еще и региональная программа поддержки семей. Мамочки, родившие ребенка в определенный период времени, имеют право на региональный материнский капитал. А подробнее вы узнаете прямо сейчас. Право на получение сертификата имеют женщины или мужчины, в том случае, если он единственный родитель, как уже Ирина Евгеньевна говорила, на детей вторых, третьих или последующих, родившихся вот в этом интервале с 1 января 11 по 31 декабря 2016 года. Сразу скажу, что на сегодня могут обратиться женщины, которые еще не обращались за получением данного сертификата к нам, и получить его при условии, что на дату рождения второго или последующих детей они были зарегистрированы в Московской области, имели постоянную регистрацию в Московской области. Ребенок должен быть гражданином Российской Федерации, прописанным в Московской области. Но вот в отношении ребенка, если у мамы четко оговорено в законе на дату рождения ребенка, то когда прописан ребенок, здесь в законе не сказано сроки прописки ребенка. У нас есть еще женщины, которые не получили сертификаты на детей, родившихся, ну, вторых и последующих, родившихся и в 2011 году, и в 2012, и в 2013. То есть до сих пор еще идут небольшое количество заявлений, но идут заявления, и мы их удовлетворяем. Что касается расходования средств сертификата, у нас, в отличие от пенсионного фонда, только два направления. Это образование детей, на образование любого из детей и на улучшение жилищных условий. В эфире ОТВ программа «Разберемся». Напоминаю, сегодня мы говорим о материнском капитале. У нас в гостях Надежда Николаевна Катович, представитель общественной палаты Одинцовского района, и Ольга Петровна Кравченко, заместитель председателя Центра поддержки материнства «Мамина помощь». Здравствуйте, Ольга, вы присоединяйтесь к нашей беседе. И, Ольга, не случайно у нас в гостях. На днях в Центре материнства открылся консультационный центр по вопросам как раз материнского капитала. Ольга, почему именно сейчас? Ну, во-первых, я хочу сказать огромную благодарность нашей общественной палате, потому что именно они поддержали нас в открытии этого центра, который стал необходимым на данный момент по обращениям наших мам, с которыми мы непосредственно работаем, и у которых у нас уже больше 500 семей. И действительно этот вопрос назрел, потому что, ну, есть проблемы, потому что мамочки не информированы во многих вопросах, хотя... А вот в каких вопросах не хватает информации? Вы знаете, это в основном индивидуальные. То есть вот как Надежда Николаевна рассказывала, случай с мамочкой, так и его. Потому что на сайте ПФР все доступно, все понятно. Но когда конкретная ситуация происходит с конкретной мамой, тут уже достаточно, недостаточно ее образованности, чтобы просто прочитать, а нужно обратиться в орган, который, в принципе, мы готовы помочь, правда. И общественная палата, тут круглый стол у нас был, да, и... И действительно даже я, уже использовавшая материнский капитал, только вот недавно совсем узнала об этом. Ну вот у вас возникли какие-то сложности, когда вы использовали свой сертификат? Лично я нет. Потому что я его применила в ипотеку, я его вложила. И причем я... Вот что еще хотелось бы, да, до мам донести? Что действительно это помощь государству. Это не просто вот бумажка, которая лежит на полке. Вот в моем случае она мне очень помогла в ипотечном кредите. Сразу снизилась ставка по выплатам. И достаточно для меня, одинокой мамы с четырьмя детьми, это было существенно. Так что я применила положительно. Положительно, да, очень. 8-495-508-86-84, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. У вас вопрос по материнскому капиталу. Да, я хотел узнать, а вот когда можно прийти на консультацию? Вот сейчас смотрю передачу. И может ли отец получить материнский капитал? И вообще вот как это все произойдет? Вы хотите попасть на консультацию в центр при маминой помощи? Или в общественную палату? При маминой помощи. При маминой помощи. Ну, насколько я помню, память у меня вроде бы хорошая, может не получить отец материнский капитал. Ирина Евгеньевна отвечала на этот вопрос в самом начале, в исключительных случаях. Я только включил, к сожалению, передачу. Но я думаю, что центр маминой помощи вам тоже может помочь. Абсолютно верно. Мы проводим консультации по вторникам. Находимся мы, улица Молодежная, дом 18. Это прием на общественные палаты. Два часа у нас есть. Если мы квалифицированы в каком-либо вопросе, мы можем... Вот приходит человек, мы тут же можем этот вопрос позвонить и узнать, потому что с нами сотрудничает общественная палата всегда. Ну, то есть мы идем все рядом. То есть консультации специалистов, правильно? Да, абсолютно верно. То есть он всегда рядышком, как Надежда Николаевна сказала. Абсолютно верно. Оль, вы говорите, мамочки... Так что Антон приходите, извините, пожалуйста. Будем рады и папам тоже. Вы говорите, мамочки недостаточно информированы. Почему? Сами не интересуются. Пенсионный фонд информацию не предоставляет. Почему информации не хватает? Пенсионный фонд, еще раз повторюсь, информация открыта и достаточно четко там все прописано. Я назову это так, проблемой сарафановой радио. Потому что одна там услышала, другая подхватила. И сказали, третья, третья вообще по-своему поняла. Все, да. И она положила, ой, да нет, не пойду, отложу я до лучших времен. Ну, это вот в этом у нас проблема. А если возвращаться к региональному материнскому капиталу, Надежда Николаевна, много по нему вопросов? Вот по региональному материнскому сертификату на материнский капитал меньше вопросов. Во-первых, он действовал только в определенный период, с 2011 по 2016 год. Но, да, конечно, есть люди, которые даже не знали, что есть вот этот региональный сертификат на материнский капитал. И что его независимо от того, что прошел срок, вы его можете получить. Если у вас ребенок родился в период с 2011 года до 2016, до 31 декабря 2016 года, и вы не получили этот сертификат, то вы можете его получить в любое удобное для вас время. То есть он сохраняется. Но здесь есть условия, что его могут получить только мамы, которые зарегистрированы в Московской области. И на момент рождения ребенка вот это очень важно. Очень важно, да. И причем это нововведение только вот и ввели в ноябре 2017 года. 20 октября 2017 года. До этого не было вот таких вот строгого обязательства, что ее мама должна быть обязательно прописана в Московской области. И, конечно, следует понимать, что вот этот сертификат можно получить только один раз. То есть вы можете родить второго ребенка, третьего, четвертого, но получить его можно только один раз. И, насколько я понимаю, федеральный капитал 100 тысяч. Федеральный капитал мы получаем в пенсионном фонде, а региональный в управлении социальной защитной населения. Ольга, ну вот главное отличие федерального материнского капитала от регионального, я так понимаю, в том, что сфера использования несколько уже, правильно? Да. Что можно региональный материнский капитал? Региональный. Это обучение детей и улучшение жилищных условий. Мы сейчас по обучению, можно я вот уделю, вот такую вот небольшую ремарочку, скажу, что мы сейчас готовим конкретные списки по нашему Одинцовскому району, по Одинцово, куда мамочки могут применить этот, где есть и лицензирование... Образовательных учреждений. Там спортивных, ну то есть это будет... Вот сейчас уже много в списке ваших образовательных учреждений? О, сейчас скажу, 15 есть, точно, но которые уже мы прозваниваем, да, мы все это обзваниваем, все составляется таблица, которая будет выложена и в общественной палате, да, на сайте общественной палаты, палаты, извиняюсь, и на сайте маминой помощи. Но его же можно использовать не только на образовательные учреждения нашего Одинцовского района, но и на образовательные учреждения в России. Конечно, в России, да. Да, но мы, как мы живем в Одинцово, мы готовим вот лично для наших мамочек. То есть как помощь для мам, вот идите в этих учиться образовательные учреждения, если хотите использовать материнский капитал. Но, насколько помню, это не распространяется на строительство дома. Правильно? Только в России. Мы же все-таки российских семей поддерживаем. Конечно, ни на приобретение жилья вне Российской Федерации, ни на обучение детей, да, это уже не наша страна. Ну да, это наша. И наш закон распространяется только на Российскую Федерацию. Ольга, кто будет работать в вашем центре? Ну так скажем, кто будет вести прием? Кто будет отвечать на вопросы вот Антона, например, и других людей, которые будут к вам обращаться? Ну, мы с коллегой Наташей Суворова, мы с ней будем принимать первые вопросы. И уже конструктируя, как будут вот эти встречи, да, я думаю, что, возможно, в будущем... У нас есть юристы, наши же мамочки, которые готовы бесплатно дать консультацию, составить какие-то договора на купли-продажу. То есть наши мамы, когда мы начали этот опрос, они откликнули с такой, ну, с такой вот волной понимания, потому что сами, ну, сами все мамы сталкиваются с этим вопросом. Да, да. И готовы, вот я говорю, пока что мы с Наташей, с Натальей Суворовой будем. Ну, я думаю, что общественная палата есть рядом с вами, общественная палата есть, пенсионный фонд, управление социальной защитой населения. Да, конечно, и часы приема, которые мы принимаем тоже граждан, и каждая комиссия у нас принимает в определенные дни. Есть график на сайте общественной палаты, и мы тоже даем разъяснение по всем вопросам, которые на сегодняшний день интересуют, и которые мы можем дать ответ. Даже если на сегодняшний день мы по тому или иному вопросу не можем дать ответ, то мы этот вопрос дондируем и получаем консультацию. Просто займется и какое-то время. Да, мы верим. Один ребенок, но он не садовский, понимаете? А сколько лет ребенку? Пять с половиной. Пять с половиной лет. Спасибо за вопрос. Надежда Николаевна, к вам? Пусть обязательно оставят свой телефон, и мы поговорим конкретно, о какой речь, о какой помощи идет. И вот сказать, если вот о наших планах, вот как раз сейчас у нас стоял вопрос провести круглый стол со специалистами, какая у нас в районе оказывается помощь людям, которые оказываются в трудной, тяжелой ситуации. Мы хотим пригласить на этот круглый стол представителей администрации, представителей уполномоченного по правам человека у нас в районе. И действительно хотим узнать, и представителей суд защиты обязательно, обязательно, чтобы они сказали, какая у нас предусмотрена в Московской области программа. Может быть, какая-то программа у нас есть и в районе по помощи вот этим людям, которые действительно находятся. Вот это ведь тяжелая ситуация. А сейчас можно сказать, что положено в такой ситуации, если мамочка осталась одна с ребенком? Конечно, однозначно ей положена какая-то выплата из управления, из фонда управления социальной защитой. Это 100% обязательно. Просто маме нужно пойти туда на прием, обратиться. Там у нас вот в каждом управлении и в соцзащите, и в пенсионном фонде, и в фонде социального страхования есть специалисты, которые занимаются определенным кругом вопросом. И это специалисты очень грамотные. И нужно записываться к этим специалистам. Можно записаться по телефонам, которые работают в этих управлениях. Можно прийти напрямую. И когда там нету наплыва людей, а в этих управлениях есть такие дни, можно прямо в этот же день попасть на консультацию к этому специалисту. Дело в том, что сейчас я конкретно не могу дать ответ на этот вопрос. Почему? Потому что, почему такая слава? Какой минимальный доход в семье? Может быть, там папа платит вообще элементы большие? Понимаете, вот ситуации могут быть разные совсем. То есть оставить телефон, и мы... Уже конкретно, индивидуально вы разберетесь. Но мы планируем круглый стол вот именно на эту тему. Где вопросы, наверное, самые распространенные будут заданы, ответы на них обязательно будут получены. Ольга, в вашем центре пока только материнский капитал будет обсуждаться, или тоже планируете расширять границы? Изначально наша организация создавалась именно в помощь мамам, которые попали в жизненно сложную ситуацию. И мы помогаем и одиноким мамам, мамам, которые одни воспитывают, и кто рано родил девочки. То есть звонят, вот мамину помощь уже знают очень многие, и звонят уже через кого-то по, как люблю это сарафанное радио, вот, буквально сегодня звонили из Кубинки. То есть я могу смело сказать, что пускай обращаются к нам в мамину помощь, чем можем, поможем, не на федеральном уровне, но мы, как это правильно сказать, адресная помощь с нас. Ну и поплакаться, в крайнем случае, тоже можно. Так это тоже бывает иногда, вот столько проблем, а ты выскажешь, и проблема вроде как уже... Да, не такая сложная, да, да, да. Я думаю, что мы сегодня тоже на многие вопросы дали ответы, но, Надежда Николаевна, ждем круглого стола по еще одной социально важной проблеме. Да, обязательно, обязательно уже в плане у нас, и в феврале месяце мы этот круглый стол обязательно проведем. А мы обязательно это мероприятие осветим, и, надеюсь, что тоже вы получите очень много полезной информации. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, спасибо вам, что пришли к нам сегодня в студию. Увидимся совсем скоро на канале ОТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!